Мяу-мяу-мяу! А, кондиционер-то будешь включать? Мяу-мяу! Жаль. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Так, вроде бы прооралась. Чё, всё? Добрый день, дорогие массажисты! Меня зовут Мария Антонова, я руководитель школы массажа Икигай. Сегодня мы поговорим о теме частых ошибок начинающих и опытных массажистов. Ставьте лайк, подписывайтесь и напишите в комментариях, что было для вас важным. Поехали! Первая часть ошибок, о которых мы поговорим, связана с подготовкой к массажу. Ошибка номер один – это когда массажист, встречая гостя, не знакомится с ним должным образом и не собирает анамнез. Иногда многие мастера даже не спрашивают, как зовут их гостя, и молча приглашают на кушетку, молча проводят массаж и молча провожают гостя. Многие не захотят возвращаться к такому специалисту. Рекомендую познакомиться с гостем, расположить его к себе перед массажем, спросить его пожелания, его противопоказания к массажу, предыдущий опыт. Вторая частая ошибка, связанная с подготовкой – массажист не выходит из кабинета во время подготовки к массажу. То есть, когда клиент раздевается перед сеансом, массажист стоит и, скажем так, смотрит, пялится на своего подопечного. Для многих это будет некомфортно. Многие люди, в принципе, не ходят на массаж, потому что очень стесняются. Сейчас многие могут сказать, что да ладно, зачем стесняться массажисту, он же почти как врач, но тем не менее, многие женщины могут стесняться мужчин и наоборот. На практике, например, я заметила, что многие мужчины намного стеснительнее, чем женщины. И еще одна очень частая ошибка – это несоблюдение правил гигиены. Когда мы выполняем общий массаж всего тела, необходимо предварительно очистить стопы. Если мы во время общего массажа контактируем с лицом нашего гостя, необходимо провести очищение кожи лица. Переходить на массаж лица, например, в общем массаже всего тела, потрогав грязные ноги, но это как минимум не очень профессионально, а как максимум может привести к появлению высыпания на лице нашего гостя. Следующая ошибка – это несоблюдение гигиены массажиста. Необходимо иметь не одну рабочую форму у себя в кабинете. Для того, чтобы если во время рабочего дня вы вспотели, если вдруг вы испачкали маслом свою форму, вы могли переодеться в другую одежду. В идеале от нас не должно пахнуть сигаретами, не должно пахнуть духами, должен быть чистый нейтральный аромат мозоли. Если вы уже профессиональный массажист и вы зарабатываете этим деньги, то ваши руки – это ваш инструмент. Необходимо ходить на маникюр, чтобы ваши пальчики были ухожены, чтобы у вас не было заусенцев. Можно на маникюре получить классные пилинговые уходы, можно сходить на парафинотерапию. Не используем свои руки в качестве скраба для тела человека. Они должны быть теплые, мягкие, сухие и комфортные. Теперь перейдем к ошибкам, которые массажисты часто совершают непосредственно во время массажа. Массажист наливает масло на клиента во время проведения сеанса. Все-таки клиент – это не сковородка. Необходимо масло наливать на свои руки, распределять по своим теплым рукам и только после этого уже проводить сам массаж. Если, конечно, ваша процедура не подразумевает, что вы тонкой теплой струйкой равномерно разносите масло или, например, как в индийских практиках, наносите масло теплой струей на область третьего глаза. Отрыв рук от пациента во время проведения массажа. Положили руки на тело пациента и непрерывно контактируем с ним весь сеанс. Если необходимо взять какой-то инструмент или масло, мы оставляем одну руку на теле, а второй что-то достаем. Важно поддерживать вот этот контакт. И это ошибка, когда вы отрываете руки. У человека теряется психологический, эмоциональный комфорт, он начинает напрягаться неосознанно. Мы теряем расслабление нервной системы, для которой, в принципе, и проводится в первую очередь массаж. У нас основная задача – успокоить нервную систему. За счет этого расслабляются все остальные органы и системы. Многие мужчины действительно очень горячие, и во время проведения массажа с них так и льется три пота. Но важно учитывать, что пот, который с вас льется, не должен литься на вашего пациента. Вот такого, пожалуйста, никогда не допускайте. Старайтесь одевать, например, повязку на лоб, да, или держать где-то рядышком полотенце, которым вы промокнете лоб, щечки. Они как бы наклонены, и у них раз-раз и начинают капать. Да, я от людей много слышала. Обучение тоже такое было, но мы это предупреждали. То есть они просили там полотенечко, еще что-то. Лежу-лежу, что-то у меня капает. И еще одна сопутствующая проблема – это болтливый массажист или болтливый пациент. Помним, да, что мы говорили, нервная система пациента должна быть расслаблена. И ваши разговоры во время массажа про собачек, мужа или погоду будут не очень уместны, потому что нервная система не расслабится, непроизвольно будут сокращаться многие мышцы, и мы не получим тот эффект, который должен быть. Необходимо предупредить человека, что задача максимально расслабиться, отключить телефон, отключить голову, предложить ему музыку включить, которая комфортна для него. Если вы любите слушать джаз, не значит, что ваш клиент это любит. Клиентов могут напрягать звуки природы, поющие чаши или медитации, которые, казалось бы, расслабляют всех. Поэтому перед тем, как включать музыку, лучше уточните предпочтения вашего подопечного. У меня неоднократно была практика, когда мы работали под Рамштайн или даже радио. Под Рамштайн вообще нормально, мужики, кстати, были. Они реально засыпали и расслаблялись. А если у меня болтливый клиент? Он лег на кушетку, и из этого отверстия постоянно доносятся какие-то звуки. Лучше с ним накануне успеть, вот уделить где-то минут пять, пообщаться немного. Все-таки многие наши гости любят ходить к нам на массаж, в первую очередь, за счет того, что им с нами комфортно общаться. И это, несомненно, важно. Либо второй вариант. Вы можете предложить своему гостю. Лена, давай мы после массажа с тобой обязательно все обсудим за чашечкой чая, ты мне расскажешь, как у тебя дела. А сейчас постарайся расслабиться, закрою глаза и получаю удовольствие. Почувствуй, как расслабляются твои мышцы, почувствуй свои стопы, почувствуй свои пальчики, почувствуй зону вдоль позвоночника. И начните выполнять какие-то расслабляющие движения. Старайтесь не поддерживать сам разговор. Все, что вы должны обсуждать во время самой процедуры, должно быть связано с массажем. Это болевые ощущения, дискомфорт. Человеку может быть жарко во время сеанса, или у него затекла нога в каком-то положении. А, все что ли? Вот такие ошибки мы с вами сегодня разобрали. Поделитесь в комментариях, расскажите, как вы относитесь к данным моментам. И, конечно, приглашаю в нашу школу на обучение. У нас два филиала, это Сочи и Тольятти. Ссылки на наш сайт и на наши соцсети находятся ниже в описании данного видео.